Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы ответим на вопрос одного из посетителей нашего сайта, который спрашивает, зачем молодым ходить в храм? И давайте откроем книгу «Экклесиаста». Это одиннадцатая глава, девятый стих этой книги. Здесь как бы уже содержится ответ на этот вопрос. «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости в одни юности твоей. И ходи по путям сердца твоего, и по ведению очей твоих, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Человек на самом деле рождается для смерти, а умирает для жизни. И вот эта жизнь, которая нам дана, 50, 60, 70, 80 лет, она и дана нам для того, чтобы мы определились в добре или в возле. И однажды праздник этой жизни закончится, тем более молодость, она очень скоротечна, и человек входит как бы в другую фазу своего существования. В двенадцатой главе первый стих этой же книги «Экклесиаста» сказано «И помни, Создателя твоего, в одни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни, и не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них». Действительно, как я уже сказал, молодость скоротечна, и этот праздник жизни прекращается, и с годами сила скудевает, красота увядает, и человек испытывает трудности даже от самого собственного физического существования. Теперь давайте посмотрим, что говорится в Псалтире, 24-й Псалом, 6 по 7 стих. Здесь мы находим такие слова. «Вспомни щедроты твои, Господи, и милости твои, ибо они от века». Это молитва псалмопевца Давида. «Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай, по милости твоей вспомни меня. Ты ради благости твоей, Господи. Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь». Вот здесь мы видим, что псалмопевец Давид, он молился о днях юности своей. И более в книге Иова Многострадального сказано, «Кости мои напоены грехами юности моей, и вместе со мною лягут в могилу». То есть человек, каждый человек имеет за плечами не только духовный багаж, но и багаж, который состоит из греховных деяний. Также мы посмотрим, что говорится в послании к Тимофею. Это второе послание к Тимофею, первоверховного апостола Павла, 2 глава, 22 стих. Здесь мы находим такие слова. Это наставление тем, которые еще молоды, пребывают в юности. «Юношеских похоти убегай, а держись правды, веры, любви, мира, со всеми призывающими Господа от чистого сердца». Вот настоящее Господнее руководство к действию для юных христиан. В этих же посланиях к Тимофею, а Тимофей был юный епископ церкви, апостол Павел писал, «Никто, да, не пренебрегает юностью Твоею». Но вот этот совет, он наполнен великого смысла. Юный должен бегать похоти, и мы помним из книги «Бытия», как Иосиф Прекрасный, в отличие от современной нам молодежи, он бегал не за блудом, а бегал от блуда. Надо держаться правды. Высшая правда – это божественное откровение, которое мы имеем в Священном Писании. Вера усиливается от чтения Писания. Как сказано, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Любви, деятельная христианская любовь, побуждает человека выстраивать такие отношения с Богом и с ближним, которые соответствуют заповедям Божьим. Стремиться к миру со всеми призывающими Господа от чистого сердца. А это последнее наставление, может быть, наиболее важное. Молодой юный христианин не отрывает себя от общины, не замыкается в интересах только юных дней своей жизни. Он живет с людьми разных поколений, его друзья – дети, его наставники – старцы, его жизнь – она не отделяется от жизни его прихода. Как и сказано в Писании, не оставляйте собраний ваших.